Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам об отношениях Саши Задойнова и Марины Мексики после Дома-2. Недавно в своем микроблоге Марина в деталях рассказала, чем завершилась их история с Сашей. Ничего нового она не сказала, поклонники телестройки и так уже успели догадаться, что сразу после финала Острова любви Мексика и Задойнов разорвали свои отношения. За несколько недель они не опубликовали ни одного совместного фото, а Марина так и не съездила в Ярославль к Саше. Но если верить Мексике, она была бы не против побывать в Ярославле. Вот только сам Саша оказался к этому абсолютно не готов. Всем своим поведением, а точнее полным игнором, Задойнов дал понять, что он не хочет строить отношения со своей сейшельской невестой. Вот что написала Мексика. После финального шоу Остров любви Саша поехал в Ярославль решать свои вопросы. Он сказал, что через пару дней вернется. Но, как вы уже все поняли, он ни через два дня, ни через неделю не приехал со мной. В сообщениях он меня люто морозил. Я писала ему, что скучаю, хочу увидеться, но взаимности на это не было. Не могу с уверенностью сказать о том, что я знала, что именно все так и кончится. Я собиралась ехать к нему на две недели. Я ждала, пока он приедет в Москву, чтобы обратно в Ярик мы поехали вместе. Я тоже не глупая, но, увы, только после Острова любви стала понимать, что к чему. Что он просто сливает меня, как девочку, которая нужна была исключительно на проекте. Но я всегда верю в лучшее, и я попыталась узнать о нашем дальнейшем развитии. На что он мне ответил. Ты сама понимаешь, о каком развитии говоришь? Какие могут быть семья, дети, совместное проживание? Сейчас каждый займется своими делами. На этом наше общение и закончилось. Я не кричала о какой-то неземной любви к Саше. Я не говорила, что перееду жить в Ярославль. Да, у меня были к нему чувства, но давайте не будем путать влюбленность с любовью. Вы не знаете о многих моментах, разговорах, которые были вне камер, вне проекта. Саша очень хороший человек. Но оценив всю ситуацию, я поняла, что ему нафиг ничего не нужно. Даже простого общения с человеком, с которым много чего связывало. Я до последнего верила, что все будет по-другому. Но, к сожалению, в жизни не всегда происходит все именно так, как мы этого хотим. Конечно же, подписчики не были удивлены. Вот некоторые комментарии. Он долго от тебя отбрыкивался, ты сама навязывалась. Какие сейчас могут быть претензии к нему? Не понимаю, вы абсолютно разные люди. Задойнов никогда не будет работать, чтобы заработать и обеспечивать семью. Такой человек ленивый и найдет себе такую, кто будет терпеть его. А детей делать дело нехитрое, тем более воспитывают мамы. Задойнов от всех своих баб Ярославль сбегает. Ну а если серьезно, то всем понятно, что у вас фикция была. К чему эти жалостливые посты? Хорошо, что вы продули миллион. От вашей любви нас тошнило. С Кузнецовым на острове ты тоже, наверное, спала не по любви, а просто по влюбленности. Да нафиг вы все сдались с Задою, с вашими амбициями. Ему нужна простая женщина, которая будет варить щи и радоваться зарплате тысяч в 10-20. А то одной и бизнес-империя нужна, а другой по 600 тысяч ежемесячно на красоту выделять. А я, читая новость, удивилась. Они разве только сейчас расстались? Я думала, как с острова вернулись, так прям в аэропорту Москвы в разные маршрутки и сели. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.